В эфире информационно-аналитическая программа «Итоги недели» в студии Иван Никонов. Мы вспомним основные события прошедших 7 дней, которые попали в поле зрения наших корреспондентов. Заострим внимание на самых актуальных вопросах и проанализируем тенденции развития политической и социально-экономической жизни округа. Зарплаты чиновников округа снизятся с 1 января 2017 года. Предложение о сокращении расходов на госаппарат было озвучено главой региона Игорем Кошиным и поддержано депутатами регионального парламента на внеочередной сессии. Изменения затронут порядка 500 госслужащих органов власти Ненинского округа, а также 10 лиц, замещающих государственные должности. Снижение направлено на экономию средств окружного бюджета. Ожидаемая сумма экономии составит порядка 180 миллионов рублей. Эти средства власти округа направят на выполнение социальных обязательств. Принимаемые меры сократят зарплаты госслужащих на сумму до 20%. Речь идет о снижении премий, выплат за классный чин, единовременной помощи к отпуску. Принятие таких непопулярных, но необходимых мер вызвало вопросы у депутатского корпуса. Не получим ли мы в ближайшем будущем кадровый голод по государственным служащим, особенно по квалифицированным, опытным специалистам? И каким образом будет обеспечена эффективность работы органов государственной власти округа? Как справедливо отметил руководитель аппарата администрации Михаил Васильев, НАУ занимает почетное второе место в стране по уровню оплаты труда госслужащих. И даже это снижение несущественно повлияет на эту статистику. Будет отток «нет» мы увидим, потому что мера у нас с вами временная. И если какие-то вещи произойдут, мы всегда сможем подредактировать. Это первое. И средняя заработная плата даже с снижением будет выше средней заработной платы в Ненецком автономном округе. Поэтому средняя заработная плата государственных гражданских служащих до сих пор будет достаточно достойна. Еще на этапе обсуждения законопроекта депутаты озвучили предложение о дифференцированном подходе к вопросу о сокращении заработных плат чиновников. По мнению законодателей, зарплаты руководителей и специалистов должны сокращаться не в равной степени. Это предложение разработчики законопроекта учли, убрав нижнюю планку. И если ранее законопроектам предлагалось снизить зарплаты чиновников на 20%, то в новой редакции законопроект принялись поправкой до 20%. Каждый ГРБС, каждый работодатель сам отрегулировал данный вопрос. И мы вчера приводили пример, вы просили задать вопрос по специалисту, насколько снизится зарплата. Так вот эти 20%, если взять специалистов даже разных у меня, то одного я вчера приводил, пример, у него зарплата останется 50, допустим, тысяч, там было 58. А точно такой же специалист, допустим, в другом отделе, у него зарплата останется не 50, а 58. То есть разница 8 тысяч рублей двух специалистов одинакового профиля в разных отделах говорит о том, что ГРБС вправе и может выровнять зарплату, если посчитает это необходимо. Стоит отметить и тот факт, что сокращение зарплат чиновников – это не просто меры экономии, но и требования Минфина – непременные условия для получения бюджетных кредитов. С этим депутаты регионального парламента не могли не согласиться, как и с тем, что полученная экономия поможет сохранить социальную поддержку населения. Те средства, которые мы здесь сэкономим в районе 200 миллионов рублей, они должны и будут направлены, прежде всего, на то, чтобы поддержать наш социальный блок. Были среди депутатов и те, кто выступил против любого сокращения зарплат в регионе, в том числе и зарплат чиновников. Я буду голосовать против, потому что все-таки зарплата – это священная корова, которую все-таки трогать нужно в самую последнюю очередь. Спасибо. В итоге решение о сокращении заработных плат чиновников было поддержано большинством голосов депутатов и принято в первом и втором окончательном чтениях. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Антон Водряков, Телеканал «Север». Также на очередной сессии депутаты приняли поправки в бюджет 2016 года. Изменения связаны с риском выпадения части доходов от Харягинского СРП и, как следствие, невозможностью исполнения части расходных обязательств. Под сокращение попали все главные распорядители бюджетных средств. По информации главного финансиста региона Татьяны Лагвиненко, над бюджетом текущего года по-прежнему висит риск невыполнения доходной части бюджета. Выпадающие доходы составляют 30%. Объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам учтен в законе о бюджете в общей сумме 15,363,9 млн. рублей. Фактическое поступление на 1 октября 2016 года составило всего 7,545,4 млн. рублей или 49,1% к плану на год. Ожидаемое исполнение составляет 11,108,8 млн. рублей. Риск невыполнения, еще раз повторюсь, доходной части бюджета – 4,255 млрд. До конца года власти региона будут вынуждены почти полностью отказаться от финансирования инвестиционной составляющей и ряда других расходов. Исключение составит проекты, софинансируемые совместно с Федерацией. По словам председателя счетной палаты Ненецкого округа Елены Сопочкиной, уменьшения доходов и расходов бюджета текущего года обоснованы. Однако этого явно недостаточно. При таких обстоятельствах нельзя сказать, что запланированные доходы расходу бюджета реалистичны и соблюден принцип достоверности бюджета. Поскольку только два месяца остается до окончания текущего года, очевидно, что доходная часть бюджета не будет исполнена в полном объеме, соответственно, не будут исполнены бюджетные обязательства, что приведет к возникновению кредиторской задолженности. Напомню, под риском недополучения находятся доходы в сумме более 4 млрд. рублей. Самое большое снижение в бюджете Ненецкого округа на 2016 год произошло по Департаменту строительства ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа. С реализацией сняты мероприятия на сумму более 1 млрд. рублей. В сложных экономических условиях региону придется на время отложить ряд запланированных к строительству объектов. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал руководитель Департамента строительства ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа Алексей Еремеев. Давайте начнем с объемов строительства в этом году и попытаемся сравнить с объемами строительства в 2015. Объемы строительства в Ненецком автономном округе в 2016 году существенно упали. Связано это в первую очередь с дефицитом бюджета. Это существенно повлияло на строительные площадки, которые у нас были развернуты, которые мы планировали развернуть по региону и в самом городе Наринмар. В процентном отношении это более 50% уменьше по сравнению с прошлым годом. А что попало под сокращение, что уменьшено? Под сокращение, это в первую дорожная сеть, планы, которые мы строили по реконструкции дорог, по содержанию дорог, строительство инфраструктурно значимых объектов. Это детские сады, школы, которые мы планировали в Несе, отменили в Каратайке, в Харивере. По жилищному строительству мы сейчас вводим только то, что у нас было заложено ранее. Это шестисекционный жилой дом по улице Авиаторов. Следующий дом это у нас Макарабаева. Также у нас по долевому частью строительства мы планируем выкопы готовых жилых домов в поселке Красное. На данный момент состоялись конкурсные контрактные процедуры по выкупу двух квартир. Вы уже упомянули о социальных объектах, которые в этом году не будут начаты. А что оставили какие-то приоритетные стройки социальной инфраструктуры? Приоритетные стройки мы оставили в связи с тем, что бюджет у нас существенно уменьшился. Те объекты, которые финансированы федеральные. Это у нас детский сад на 220 мест по улице Авиаторов и школа на 700 мест также по улице Авиаторов. Они у нас идут по программе комплексного развития территории. И поэтому эти объекты для нас принципиально значимы в связи с тем, что этот район сильно развивается. Округ строится. Не все стройки у нас отменены. Все-таки значительная часть бюджетных средств вливается в строительство. Для чего это делать в условиях дефицитного бюджета? Любое строительство – это строительство, которое не за один день, что можно взять и построить. Это закладывается заранее и сроки строительства от одного до трех лет, до пяти лет, возможно, в зависимости от сложности объекта. Если мы сейчас резко остановим это все, то мы через 2-3 года можем прийти к критической ситуации, что по ветхому и аварийному жилью львиная доля жилых домов у нас находится в критическом состоянии. Школа номер 3, которую мы строим на Авиаторов, все прекрасно знают, в каком состоянии действующая школа, где ребята учатся в две, а то доходят в три смены. Согласно указам президента, в 2018-2019 году все школы должны перейти на односменное обучение. Это в рамках государственных программ, в первую очередь, это 600-е указы президента, которые для нас являются приоритетными. И губернатор прекрасно понимает, что жизнь не останавливается. Да, сейчас у нас ситуация сложная, но мы надеемся, что все-таки она исправится. Депутаты окружного собрания приняли ряд изменений в закон Ненецкого округа об образовании. Часть из них вызвана необходимостью приведения регионального законодательства в соответствии с федеральным. Например, детям-сиротам теперь предоставляется право на получение второго бесплатного среднего профессионального образования. Во время обучения для детей-сирот сохраняется полное соцобеспечение, выплачивая за социальная стипендия. Вторая причина поправок – эффективное и рациональное использование средств окружного бюджета. Так, например, компенсация оплаты за детский сад станет адресной. Об этом доложила руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа Галина Медведева. Первые изменения касаются размера компенсации родительской платы за посещение ребенком детского сада. Сегодня средняя плата за присмотр и уход в детских садах округа составляет 1600 рублей в месяц. Компенсация на первого ребенка составляет 20%, на второго – 50%, на третьего – 70%. По словам Галины Медведевой, эта мера социальной поддержки сохранится, но не для всех. Получение льготы будет происходить с учетом адресности и нуждаемости. В целях обеспечения адресности и оказания материальной поддержки данной категории граждан предлагается установить критерий среднедушевой доход семьи, который не превышает однократной величины прожиточного минимума, установленной в Ненецком автономном округе в расчете на душу населения. Также на сессии депутаты одобрили поправки в части оплаты труда педагогических работников. Теперь надбавка молодым специалистам в течение первых трех лет в размере 30% и отличникам педагогического труда в размере 40% от оклада, а также надбавка за педагогический стаж, будут учитываться в стимулирующей части заработной платы. То, что касается 30-40% для молодых специалистов и выплаты тем, у кого есть стаж. То есть, получается, все равно эта выплата гарантирована в рамках фонда оплаты труда. Ну, скорее всего, наверное, это будет... Стимулирующая. Она будет находиться в стимулирующих выплатах. Это так? Сегодня для руководительных образовательных учреждений нет обязательного законодательного права устанавливать именно норму 40, 30, 20%. Исходя из фондов оплаты труда, они могут определять сегодня, во-первых, какой оклад, затем у них и стимулирующих есть, сколько идет на первую и высшую категорию за категорийность, и дальше они определяют. Поэтому мы и ставим, что должна быть гарантия до 40, то есть до этого предела. Дальше они устанавливают сами внутри за стаж. То есть, на территории опруга она будет сохранена? Да. Третье изменение касается дополнительного образования. Объемы бюджетного финансирования учреждений сокращаются. А это значит, что спортивные секции, кружки и иные виды доп. образования станут платными, но лишь частично. На плечи родителей ляжет 20% стоимости услуги, львиную долю – 80% – будет оплачивать окружной бюджет. Предлагаем размер освобождения от платы за услуги для родителей, законных представителей, обучающихся, составит 80% от размера платы, установленного по госзаданию. Указанную норму предлагаем ввести в действие с 1 января 2017 года. Несмотря на сложное финансовое положение в округе, горячее питание в образовательных учреждениях в этом году решено оставить в прежнем виде. По словам зампредседателя собрания депутатов Татьяны Бадьян, работа над законом об образовании будет продолжена в следующем году. Очень бы хотелось, чтобы здесь было грамотно, содержательно оформлено предложение прежде всего педагогического сообщества. На сегодняшний день этот закон находился на общественном обсуждении до 29 октября. К сожалению, вот таких вот массовых каких-то официально разобранных ситуаций на педагогических советах, мнение совета руководителей в собрание депутатов не поступило. Но образование, ещё раз говорю, это отрасль, которая ежедневно меняется. Поэтому закон образования в том виде, который отработал депутатский корпус, нам необходимо принять. Все изменения, касающиеся сферы образования, были приняты депутатами во втором окончательном чтении. Ирина Нежалова, Ирина Цепитова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Ненцы, русские, коми, татары, азербайджанцы и другие представители народности, проживающих на территории округа, встретились на одной площадке, чтобы отметить День народного единства. В столице Ненецкого округа прошёл праздник национальных землячеств «Венок дружбы». Нашей съёмочной группе удалось не только посмотреть на богатое творчество представителей разных культур, но и попробовать национальные блюда. Очень вкусно! Расскажите, как готовится такой плов? Да, это наше настоящее азербайджанское блюдо, называется плов. Но оно очень вкусно, это натуральное мясо с рисом. А ещё, по словам представителя азербайджанской диаспоры, в этот плов добавляют сушёный алычу, курагу, шафран, изюм и лук. Всего более 10 разных ингредиентов. На празднике «Венок дружбы» стол азербайджанцев был самый богатый. Люля-кебаб, авдух, шахер-чурек, ферни, джизбыст – такими национальными блюдами угощали всех желающих. Я жительный, желаю здорового, счастья. Дай Бог, всегда такой праздник был у нас. Ну и как вам живётся здесь? Очень хорошо, очень. Нарьямар нас очень понравился. Всем очень благодарен вам, что вот такой город мы находимся спокойно. Очень вам благодарен. Хорошо живётся в Нениском округе представителям татаро-башкирского землячества. На этом празднике они выделялись богатыми национальными костюмами. Сказать по правде, костюмы эти вот, да, они не являются народными. Это концертные костюмы, да, вот. Но элементы в любом случае соблюдены, да. То есть, например, вот эти валаны говорят о речных просторах, да, то есть вот с этим связано. Если говорить о узорах, да, то это о богатстве, скажем так, леса, луга, поля, в общем, с природой всё связано. Всё это связано с природой. И всё это вышивалось, естественно, вручную, что говорило о том, какая там девушка мастерица в своём деле. Айгюль с детства хорошо вышивала, и это умение оценил её супруг Радив. Сегодня он вместе с женой знакомит гостей праздника с национальными свадебными традициями. А вы сватьёв засылали когда? Она очень-очень далеко живёт. Я сам-то с Башкирии, а она здесь родилась и жила. Нет, я его сюда привезла. Да, да, я выбрала себе. Да, это я заслала, это я сама его привезла. Мы немножко нарушили традиции, но все остальные традиции соблюли, конечно. Там, видите, когда ещё он привозит невесту в дом, обязательно встречает мама. Я должна встать на подушку, которую она сама сшила, даёт мне ложку мёда и масла, чтобы была лёгкая жизнь и сладкая. Принято встречать с маслом и ложкой мёда, но уже в чае и у представителей Чувашии. Этот народ славится своим гостеприимством. Вот и на праздники чувашское землячество Юман, что означает древо жизни, угощали целебным напитком. У нас вот чай липовый, липовый чай из трав, только чисто натуральные продукты. Вот вам поставь, пожалуйста. Конфеты, птичье молоко, чувашское производство, это всё, как бы, всё привезено из Чувашии. Сами, как бы, стараемся, привозим всё пусков и стараемся показать себя, что вот здесь Чувашия, Чувашская нация, что мы здесь со всеми наравне. На празднике «Венок дружбы» все чувствовали себя наравне. Это более 20 национальных и территориальных землячеств. Организаторы праздника, этнокультурный центр, клуб земляков и дворец культуры Арктика особенно постарались. На фестивале можно было не только увидеть и попробовать на вкус культуру разных народов, но и побывать в краеведческих уголках. На одном из них учили делать сердце русской избы. Дети и взрослые на праздники могли научиться не только класть кирпичи, но и правильно надевать хомут на лошадь. Получилось делать правильно и у Кости с Левой. У мальчишек сегодня особая миссия. Ну, я раздавала билетики со своим другом Левой. Вы другом Левой, да? Да. Вы за билетики, да? Ну, это на праздник День единства. Мы этот праздник сегодня отмечаем все вместе, так как на этом празднике все выступают и танцуют, и поют хором. Ниницкий автономный округ очень хороший для людей. Всего в фестивале национальных культур, который проходил в День народного единства, поучаствовали более тысячи людей разных религий и национальностей. По словам организаторов праздника, такой межнациональный венок дружбы удалось сплести благодаря общей любви к России. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. На этом все. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть на нашем сайте trksever.ru. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова